Сегодня в студии работаю я, Ирина Чекунова, а теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня у меня в гостях Кирилл Владиславович Чистяков, заместитель руководителя Московского международного следственного отдела города Твери, регионального следственного управления. Кирилл Владиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Николаевич Осипов, следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета. Юрий Николаевич, здравствуйте. Алина Владимировна Дубасова, исполняющая обязанности руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. Этот отдел занимается преступлениями против личности и общественной безопасности регионального следственного комитета. Алина Владимировна, добрый день. Здравствуйте. И Денис Петрович Златоустав, старший следователь-криминалист регионального следственного комитета. Денис Петрович, здравствуйте. Уважаемые друзья, нас сегодня всех объединила дата, пусть она и не круглая, но она значимая. 15 января исполнилось 11 лет со дня образования Следственного комитета России. Несколько цифр о работе нашего следственного управления Следственного комитета России по Тверской области. Только в 2021 году в производстве следователей Следственного управления по Тверской области находилось почти 2000 уголовных дел. Завершено расследование 956, из которых 75 это преступления прошлых лет. О преступлениях прошлых лет, я надеюсь, мы поговорим сегодня в программе о раскрытии. 506 дел по особо тяжким преступлениям. В суд направлено более 72 уголовных дел об убийствах, совершенных на территории Тверской области. 31 дел о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. И 69 уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Уважаемые друзья, 11 лет Следственному комитету. Я предлагаю вспомнить из этих 11 лет, сколько лет своей жизни вы отдали этому ведомству. И как получилось так, что вы пришли в Следственный комитет на службу. С кого начнем? Алина Владимировна, давайте с вас. Давайте. Но если говорить обо мне, то из этих 11 лет, на момент образования Следственного комитета России, я уже работала в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Да, вот здесь напомним нашим уважаемым телезрителям, что раньше это было при прокуратуре. При прокуратуре. Да, при прокуратуре. И, соответственно, с момента образования Следственного комитета и до настоящего времени я работаю в Следственном комитете. То есть все 11 лет? Все 11 лет. Пришли откуда? Сразу после окончания высшивчебного заведения? Сразу с университета. Еще участие в университете ходила помощником следователя, общественным помощником следователя. На втором, либо на третьем курсе училась. И тогда попала впервые в прокуратуру, наверное, Московского района. Потом реорганизовалась уже Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области. И, соответственно, уже устроилась на работу Следственный комитет при прокуратуре. При прокуратуре. И тогда, когда мы первый раз с вами встретились, это уже, кажется, много лет назад, да? Это работали в Калининском НСО, да? Да, Калининском, мы живем в следственном отделе. Да, и тогда, помнится, первые дела ваши, вот тогда вместе практически выезжали. И я как бы наблюдал за вашим профессиональным ростом. Да, да, я до сих пор помню и свое самое первое уголовное дело, и свой самый первый выезд на место происшествия уже в должности именно следователя. Кирилл Владиславович, ваш путь, вы помните свое первое уголовное дело? Своё первое уголовное дело я тоже, безусловно, помню. У меня путь во многом схожий. Салина Владимировна я также после окончания, не после окончания, а в университете еще, будучи на третьем курсе, попал сначала на практику, потом остался в должности общественного помощника. Работа мне очень понравилась, захотелось дальше этим заниматься. Поэтому после службы армии в 2017 году я пришел на службу непосредственно в Московском межрайонном следственном отделе, и вот с тех пор уже пятый год прохожу. Служба была в данном отделе, на должностях сначала следователя, старший следователь, и вот теперь заместитель руководителя. Ну, карьерный рост тоже наблюдается, да, за довольно-таки недолгое время. Надеюсь, не последняя моя должность, которую я тоже занимаю. Юрий Николаевич, следователь по особо важным делам, это же всегда считалось как бы высокой ступенью в карьерном росте следователя, следственного комитета. У вас же наиболее такие ответственные дела, да, вы рассматриваете? Да, дела, представляющие собой особую сложность, общественный резонанс, то есть наиболее сложные дела, в том числе и экономической направленности, дела, в том числе и прошлых лет, и уголовные дела, вызвавшие общественный резонанс, так сказать. Вы как начинали работу? Я начал свою профессиональную деятельность непосредственно после создания Следственного комитета, после его выделения в 2007 году из органов прокуратуры. Вот, 1 ноября 2007 года пришла на службу и начала свою деятельность в Торжевском межрайонном следственном отделе, в должности следователя, потом старшего следователя, и уже в дальнейшем, с 2016 года, работаю уже в отделе проследования особо важных дел. Напомним нашим уважаемым телезрителям и радиослушателям, что отдел по расследованию особо важных дел располагается в здании управления, да, это уже Тверь, хотя началась в Торжевске. Своё первое дело помните? Да, конечно, помню своё первое дело. Даже два, это было уголовное дело по факту незаконного предназначения жилища, а второе уголовное дело против половой неприкосновенности женщины. Это вот чем по сей день занимаются следователи следственного управления. Денис Петрович, следователь-криминалист, мы всегда говорили об этом здесь в студии, это, можно сказать, высшая ступень, да, человек, который уже знает всю кухню следствия. Следователь-криминалист, который имеет опыт работы, и следователям-криминалистам, когда кажется, что достаточно знать, наверное, какие-то технические такие вот прибамбасы, что называется, да, и можно уже идти следователям-криминалистам. Человек разбирается в приборах, и этого достаточно. Так ли это? Ну, не совсем так. Следователи-криминалисты берут наиболее подготовленных и профессиональных следователей. То есть, следователь-криминалист — это универсальный человек, который может и расследовать дела, и применять криминалистическую технику для того, чтобы выявить следы преступника. Значит, я тоже попал в криминалиста, проработав всю жизнь следователем, и порядка десяти лет уже работаю следователем-криминалистом. Это практически всё время. Если 11 лет следственный комитет, то 10 лет следователем-криминалистом. Практически всё время вы работаете уже следователем-криминалистом. А в качестве следователя вы помните своё первое уголовное дело? Вообще, что произвело на вас такое впечатление неизгладимое? Ну, начинал я ещё в милиции, поэтому дела там такой категории никак у нас. То есть, не такие тяжкие. Это кража коров. Ну, это тоже очень важно. Здесь уже, когда перешёл в комитет следственный, то есть, я расследовал экологические преступления. Экологические? Да. А потом уже с экологией сюда непосредственно, да? Да, а потом уже перешёл в криминалисты. А вообще, уважаемые друзья, вот за эти 11 лет, по-вашему, что-то изменилось в вашей работе? Может быть, методы расследования? Или по-прежнему разговор с человеком остаётся на первом месте? Как разговорить? Как, что называется, может быть, проникнуть ему в душу и вывести на чистосердечное признание? Как по-вашему, Алин? Ну, вы знаете, я считаю, что всё должно быть в совокупности. Тут и без разговора с человеком никак не обойтись. Ну, и что касается тех возможностей, которыми мы обладаем в настоящее время, естественно, они намного шире и больше, чем то, что мы имели даже 10 лет назад. Даже если говорить о той же генетической экспертизе, то на момент моего прихода на службу, в принципе, это было не распространено, чтобы назначать генетическую экспертизу. Примерно, наверное, году в 2012-2013 стали более часто задаваться этим вопросом. В Тверской области такие экспертизы не проводились. Я помню, мы направляли в Ярославль, туда отправляли. Но также настолько широко, как сейчас, это распространено не было. А потом, Алина, да, такие были сроки, что казалось, вот у вас же тоже существуют свои сроки по расследованию уголовного дела. Естественно, у нас стандартный срок расследования уголовного дела два месяца. Ну, в дальнейшем уже, в зависимости от категории сложности, от категории самого уголовного дела, есть возможность продления, в том числе продления в центральном аппарате. Это наиболее сложные уголовные дела, либо уголовные дела, которые мы возобновили, дела прошлых лет, уже с большими сроками. И, соответственно, на тот момент, да, очень длительное время проводились подобные исследования, и поэтому широко особо не применялись. Сейчас, благодаря даже только генетике, мы уже раскрываем ряд уголовных дел прошлых лет, и нам удается окончить расследование, направить дело в суд, прокурору. И мы просто что-то раскрыли, и сейчас продолжаем расследование. Уважаемые друзья, сейчас приведемся на небольшой перерыв, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире, 3190, телефон прямого эфира. Сегодня говорим с сотрудниками регионального следственного комитета. 15 января исполнилось ровно 11 лет со дня образования этого ведомства. Юрий Николаевич, по-вашему, вот мы говорили до перерыва, что изменилось в следствии. Все-таки вот этот дух общения с человеком, умение разговаривать с человеком, это по-прежнему на первом месте? Я считаю, да, что это по-прежнему основополагающее, так сказать, начало для расследования уголовного дела, поскольку, естественно, нужно человека к себе расположить, как-то, чтобы он, может быть, даже доверился следователю и рассказал обстоятельства произошедшего, не боялся. Довериться следователю, это как-то не очень комфортно, может быть, слушается, но это тоже нужно умение. Вообще, когда человек приходит, наверное, в ваше ведомство, это первое, что есть у человека, это страх, какая-то боязнь. Что будет дальше? Потому что многим ничего хорошего это не сулит. Ну да, многие люди приходят, и когда я вызываю, что же с опаской, тоже спрашивают, а зачем, а для чего меня вызывают. Ну, приходишь людям, ну, объясняешь, для чего, чтобы люди не переживали и спокойно приходили, чтобы можно было допросить, спокойно, так сказать, обстановки. Уже само слово «допрос», да, оно как-то не располагает к доверию. Спасибо. Кирилл Владиславович, по-вашему, нужен какие-то основы знания психологии здесь, вот в вашей работе? На мой взгляд, следователь, это во многом, в первую очередь, должен быть тонким психологом, который может расположить к себе и найти общий язык с человеком из разных социальных групп, по разным абсолютно категориям уголовных дел. То есть, например, у нас в отделе, в производстве находятся дела и коррупционной направленности, и против личности, и трогенные, это по врачебным ошибкам. И в каждом деле надо найти общий язык как со стороной потерпевших, так и с подозреваемыми, уметь их расположить в себе, найти общий контакт, потому что если такой контакт найден не будет, то, на мой взгляд, успешное расследование уголовного дела невозможно. А человек вообще первоначально упирается, наверное, не хочет идти на контакт, наверное, редко встречаются люди, которые говорят, да я вам сейчас все расскажу, все подноготную, как оно, что было. Всегда по-разному, люди приходят разные, но в основном, безусловно, взаимодействие с правоохранительными органами вызывает у людей некую настороженность. Не все готовы сразу на открытый диалог, но в этом заключается работа следователя, чтобы найти подход к человеку и найти с ним общий язык, и с учетом этого выстроить, грамотно расследовать уголовное дело. Денис Петрович, вот Алина говорила про генетическую экспертизу, это действительно шаг вперед большой, но здесь, наверное, у вас в отделе следователей-криминалистов, вы этот тот самый научный прогресс ощущаете, наверное, больше всего, да? Вы приходили не раз сюда, в эту студию, с таким большим, я называю это для себя тревожный чемоданчик, это непосредственно инструмент, с которым работают следователи-криминалисты, и очень много нового появилось за последние годы буквально, да? Вот, на ваш взгляд, что вперед пошло, какое направление? Технический прогресс не стоит на месте, и как бы мы тоже благодаря этому обеспечиваемся современной криминалистической техникой. Сейчас вот в современном обществе большинство людей, то есть все практически пользуются мобильными телефонами, мобильной связью, компьютерами, и очень много информации хранится, заключено вот в этих вот электронных носителях информации, и поэтому мы пользуемся специальными средствами, добывая эту информацию из телефонов, из компьютеров. Зачастую телефоны бывают заблокированы паролями, то есть есть у нас средства, чтобы разблокировать и получить данные, получить доступ, получить, например, допустим, по уголовным делам, связанным с сбытом наркотических средств, значит, многие вот эти вот товарищи, которые делают закладки, они это фотографируют и, значит, отправляют потенциально покупателям. Вот мы извлекаем эти фотографии, на фотографиях написаны координаты места, где человек спрятал наркотики. Тем самым, то есть мы уже извлечаем его... То есть это все возможно? Это все возможно, да, то есть это... Потому что мы вот всегда приводим в пример вот этот известный сериал «След», где покажется по незначительному следу, да, уже у них на компьютере выходят чуть ли не фотографии, фамилии, имя, отчество и место жительства, где человек находится. Мы к этому приближаемся, получается? Ну, к этому все идет, да. То есть мы вполне возможно в ближайшие пятилетки уже этот сериал переплюнем, так скажем. Будем надеяться, что все отделы будут укомплектованы. Насколько квалификация следователя-криминалиста соответствует вот этим задачам? Потому что извлекать ту же самую информацию из мобильных телефонов, это тоже надо уметь. Вы учитесь периодически, вас обучают. Все верно, да. То есть проходим, ну, за определенными криминалистическими средствами, да, выделяется определенный специалист, и то есть он уже в этом направлении проходит специальное обучение, вот, чтобы умело пользоваться. То есть одно дело использовать это, а другое дело использовать грамотно, чтобы найти эти следы. Вот я сегодня хочу обратиться к тем товарищам, которые нам, к слову, не товарищи, которые думают, что если по тем же самым наркотикам, что все это завуалировано, что никто никогда не найдет, и их бизнес криминальный будет процветать. Это совершенно не так. Уважаемые друзья, есть какая-то специфика, вот, я понимаю, по отделам, вот вы разделились по отделам, это того требует ваша служба. А любимые дела вот какие-то есть, Кирилл Александрович, с чем вам комфортнее работается? У нас в территориальных отделах раньше была специализация, каждый следователь был закреплен за определенным направлением. Я довольно долгое время расследовал дела о врачебных ошибках, поэтому я знаю, люблю во многом эти дела, поскольку они всегда являются неочевидными, всегда надо в каждую ситуацию вникнуть, найти контакт с потерпевшим, потому что обычно эти дела все связаны с потерей очень близкого человека, и самому всегда интересно разобраться в тонкостях, скажем так, специальности, в которой ты не получал образование, в данном случае это медицинская сфера, попробовать вникнуть, разобраться и дать объективную оценку действиям, в данном случае, врачей по оказанию медицинской помощи конкретному пациенту. Вы, наверное, уже раскрываете дела в чем-то получили, хотя бы начальные основы медицинского образования. Тем более это актуально сейчас, в период пандемии, когда людей наиболее остро заострили свое внимание на здоровье, это очень важно. Юрий Николаевич, я знаю, что бывают среди преступлений, которые расследуются в вашем отделе, преступления, так или иначе, связанные с экологией. Да, вот недавнее дело, о котором мы рассказывали в патрульном службе, это убийство лосихи, казалось бы, причем здесь животные дикой природы и следственный комитет. Почему именно вам доверено расследование этого уголовного дела? Да, с экологическими преступлениями я столкнулся впервые в прошлом году, в 2021. Именно расследовал два уголовных дела, одно о группе браконьеров, а другое нашумевшее уголовное дело, которое было возбуждено после того, как в интернет попала видеозапись, где трое мужчин на снегоходах гонятся за лосем по снегу, то есть загоняют, увалят и начинают душить. Данное уголовное дело получило широкий общественный резонанс, это в первую очередь было множество обращений, которые нам поступали от негодующих, так сказать, телезрителей, которые все это видели в связи с этим, в первую очередь, да, это уголовное дело было передано в наше производство, но и в то же время там был одним из участников, действующий сотрудник полиции, который принимал также в этом участие. То есть, если где-то есть действующий сотрудник правоохранительных органов, как уголовные дела в отношении детей, да, это автоматически передается в ваше ведомство? Вот, ну, по результатам расследования дела, значит, с обвинительным заключением было направлено в ТВ прокуратуру, обвинительное заключение утверждено по факту, значит, по двум преступлениям, по факту заключения двух преступлений в отношении трёх лиц, это жестокое обращение с животным и незаконный охот. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде. То есть, приговоры ещё не вынесены? Ещё пока приговора нет, да, окончательного решения по делу ещё нет. Вот, расследуя это дело, вы обратили внимание на ту жестокость, вот, к братьям нашим меньшим здесь идёт, ну, кажется, вот охота, она разрешена. А тем более на то, что некоторые преступления выходят именно благодаря социальным сетям, где вот явно преступные действия, они ещё умудряются снимать это на видео. Вот где у людей голова, что называется? Ну да, действительно, жестокое обращение, так сказать, было негодуемо, можно сказать. И всё, что, действительно, всё это снималось ещё на камеру телефона и ещё выкладывалось в сеть. Наверное, какие мы лихие, да? Да, наверное, хотели как-то, может, пропиариться, получить много лайков собрать. А, да, сейчас же это модно, да, чем больше лайков соберёшь. То есть, это тоже вызывает своё негодование определённое. В связи с тем, ну, как бы сказать... А как-то следователи-криминалисты подключились к этому делу? Конечно. Вы во все дела подключаетесь так, с большей или меньшей степени? Ну, в основном, то есть, мы подключаемся по нераскрытым преступлениям, да, и к тому, который вызвал большой общественный резонанс. По этому делу я работал тоже, значит, я исследовал телефоны, которые изъяты были у подозреваемых. Вот в одном из этих телефонов были обнаружены эти вот видеозаписи. Но это является доказательством при расследовании уголовного дела, да? То есть, это рассматривается. Вот эта вот жестокость, она тоже каким-то образом вошла вам в душу, что делают с животными? Мы часто говорим, как жестоко обращаются с людьми, но с животными это не менее важно. Да, животные не могут дать сдачи. То есть, вот этот цинизм, конечно, это поражает. Кирилл Владиславович, уголовное дело, которое расследовалось в вашем отделе, мы о нем тоже рассказывали в патрульной службе неоднократно, вот эта вот жестокость уже относительно человека. Это убийство женщины в доме, в квартире, дома по улице Разерная, это что-то невероятное. Хотя, вот кажется, может следователь привыкнуть к тому, что часто видит на месте преступления? Привыкнуть, на самом деле, нельзя. Конечно, постепенно с опытом к этому начинаешь относиться немножечко, как к своей работе, но вот такие вопиющие, скажем, нам в случае, они всегда остаются на душе, ты их запоминаешь. И в данном случае, когда женщину фактически долгое время обжигали кипятком, отрезали фалангу пальца, нанесли несколько ударов молотком, такие случаи запоминаются, и сейчас это дело нам уже отрасследовано, направлено в суд, надеюсь, обвиняемый получит заслуженное наказание. А зачем вообще они это делали? Они говорят, что стало причиной? Там первоначально они сказали, указали ей типа на дверь, да, в процессе распятия спиртного. Это, опять же таки, всему виной голова затуманена алкоголем или что такое? Или в человеке это сидело, вот эта жестокость пространождала выхода? Мне кажется, здесь целый комплекс причин. Ну, основное, как вы правильно сказали, это, безусловно, употребление алкоголя, причем употребление алкоголя, которое является хроническим, скажем так. То есть это не люди, которые пришли, выпили понемножечку и вот совершили такое преступление. Люди, которые употребляют систематически, у них уже, можно сказать, что это является заболеванием. И на фоне употребления алкоголя, на фоне каких-то своих личностных качеств, качеств характера, они совершили вот данное, безусловно, жестокое преступление. В связи с чем мы и вменили им совершение убийства группы лиц по предварительному сговору с особой жестокостью. С особой жестокостью. Кстати, у нас в последнее время, я обратила внимание, несколько дел было, где вот именно вот это вот подчеркивается, с особой жестокостью Алин. Чижов, это оленинский убийца, мы о нем подробно рассказывали. Девушку 24 лет, да, который убил, тоже с особой жестокостью. Я после этого встречалась с матерью убитой, которая ждала, она ждала только одного года, я живу ради того, чтобы услышать отсюда приговор, что ему дали пожизненное. К сожалению, этого не случилось. Что у вас поразило вот в этом деле? Ну, в данном деле, опять же, действительно поражает именно та жестокость, с которой человек себя ведет. То есть никаких поводов вообще, в принципе, потому что бывает, когда убийство совершается, совершается ссора, еще что-то, хоть какой-то малейший повод. Здесь никаких поводов девушка, в принципе, не давала. А девушка отдыхала в своей компании, он должен был отвезти ее домой. Ну, решили они вместе немножко выпить спиртного, но это же не говорит о том, что он пожелал ее изнасиловать, после этого совершил в отношении ее разбойное нападение, похитил принадлежащие ей вещи и, соответственно, совершил убийство. Более 45 ударов отверткой по всему телу, при этом она была жива от первого до последнего удара. Соответственно, живой совершает иные действия сексуального характера, живую душит ее же брюками. То есть вот все, что можно, всю свою злость, всю жестокость выплеснул. Ну и, соответственно, также он находился в состоянии опьянения. Это было тоже опьянение? Это тоже было опьянение. И причем, вот что касаемо преступлений, совершенных с особой жестокостью, я вот сейчас вспоминаю те дела, которые расследовались нашим отделом, в том числе, вот я расследовала, по-моему, это 16-й год, также обваривали девочку несовершеннолетнюю кипятком. Да, 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 я вспоминаю. Это ее мать, сожитель и родной брат. Они на протяжении суток ее избивали по очереди ремнем, заставляли стоять на коленях, обливали кипящей водой из чайника, просто за то, что она потеряла крышку от сковородки. Просто за это в воспитательных целях. Это воспитательные? Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Это на Скорисково, по-моему, да, было дома? В районе. В районе, да, да, там что-то такое, да, вспоминаю. Кстати, что мы можем сказать на будущее в качестве профилактики? Состояние алкогольного опьянения является отягощающим? Это отягчающее обстоятельство. Если в ходе следствия достоверно установлено, что лицо совершало преступление, находясь в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя либо наркотических средств, то мы автоматически в обвинительное заключение указываем это как обстоятельство, отягчающее наказание. А уже расценивает это все в совокупности суд. Это, наверное, вам приходилось слышать, что я был не тресв, я ничего не помню, я свои слова не отвечаю, да, как при расследовании. Часто, наверное, такое происходит, да. Если мы говорим о том, насколько вперед шагнула техника, да, в развитии тех или иных преступлений, что называется технический прогресс, то мы не можем не вспомнить сегодня о раскрытии преступлений прошлых лет. Да, это, наверное, особый пласт, когда кажется, что убийца уже успокоился. Как у нас, да, было, Юрий Николаевич, Торжокский-то, да, товарищ? Да, 19-й год. Да, и уже кажется, все, у него же своя семья новая, да? Другое имя, другое фамилию. Другое имя, даже лицо другое. Он был, я думаю, что он был 100% уверен, что его никогда не найдут. Сколько, 19 лет прошло? До 17 лет. До 17 лет прошло, да? Нет, 24 года, 24 года. А, 24 года, это целая жизнь прошла, это когда что? Это, знаете, когда приходится сталкиваться с мнением обывателей, что это они раскрывают, чтобы себе галочку поставить в работе, потому что ничем уже не заказать. Давайте скажем что-то по-другому. Да нет, конечно. Работа никогда не приостанавливается по делам прошлых лет. И это подтверждение вот этого дела, 94 года, могу сказать, что в 2010 году в поселке Пена было совершено убийство, тоже на почве алкогольного, опять же, опьянения. Преступник скрывался так же 10 лет, ну как скрывался там, проживал так же. Ну, совершенно спокойно, будучи уверен, что не найдут. Но через 10 лет, в 2020 году ему было предъявлено обвинение, то есть за это время наработана определенная база, в том числе оперативно-расследовательные мероприятия проводились. И в настоящее время, да, человек осужден этот 11 лет лишения свободы, он получил за преступление, которое совершил 10 лет назад. Вот. В вашей практике, уважаемые друзья, тоже, Алина, да, у вас же преступление прошлых лет, есть что рапортовать? У нас, в принципе, в нашем отделе есть отделение, которое как раз занимается расследованием преступлений прошлых лет, но, тем не менее, работаем всем отделом по делам прошлых лет. Это одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета, и по поводу мнения обывателей, что, да, просто так на кого-то повесили для того, чтобы там звезду получить или для галочки, это бывает. Слышим такое, бывает и в социальных сетях читаем такие же высказывания. Ну, на самом деле, наверное, стоит отметить, что никому из сотрудников Следственного комитета, ни руководителю отдела, ни следователю, никому каких-то там звезд на погонах за раскрытие таких преступлений, не приходят какие-то галочки, нам тоже нигде не отмечает никто. Но замечу, что все равно стоит на повестке дня. Каждое нераскрытое преступление, да? Оно ставится, что не прекращается. На повестке дня в связи с чем? Потому что мы всегда согласны с принципом неотвратимости наказания. Человек все равно должен понести наказание за то, что он совершил. И единственное, если говорить о том, как граждане некоторые считают, нам самим на душе спокойнее, что человек все-таки понес заслуженное наказание, пусть не сразу, пусть через 10 лет, через 15, через 20, но тем не менее он привлечен к уголовной ответственности, и уже суд расценит его действия и вынесет справедливое решение. Вы какое дело сейчас можете вспомнить из последних, которые довелось раскрыть? Из последних дел прошлых лет, наверное, хочется вспомнить уголовное дело по убийству и изнасилованию несовершеннолетней в городе Бежицк. Это 2002 год. Раскрыть смогли также благодаря именно генетической экспертизе и оперативно-розыскным мероприятиям в 2020 году. В настоящее время уголовное дело уже находится в суде. Одно из уголовных дел, про которое, я думаю, более подробно коллега расскажет, сейчас тоже нами направлено уже прокурору с обвинительным заключением. И буквально перед новогодними праздниками нашему отделу удалось раскрыть преступление 1997 года, убийство с целью сокрытия другого преступления. Это хищение из магазина райпо. Лица, одно лицо задержано, второе в связи с возрастом несовершеннолетним на момент совершения преступления, а избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и в настоящее время ведется следствие, тоже в ближайшее время расследование будет завершено. То есть здесь берется возраст человека на тот момент, когда он совершал преступление. Когда совершал. Ну, сегодня за 40, да, но тогда ему было 16 еще, да? И, соответственно, с ним все следственные процессуальные действия проводятся как с лицом, которому сейчас 16 лет. То есть мы возвращаемся намного-много лет назад, да? Да. Кстати, меня все время интересовало, как человек реагирует на появление в его квартире, в его доме, в его нормальной жизни, скажем так, благовоспитанного, законопослушного человека, сотрудников полиции, сотрудников Следственного комитета, которые приходят и говорят, дорогой, все, жизнь закончилась, спокойно. А по-разному, все по-разному. Вы знаете, вот касаемо дела, о котором сейчас будет коллега рассказывать, там он даже не удивился, он сказал, что слава богу, что вы пришли. Он ждал? Он ждал, он ждал с 2004 года, она ему снилась, потерпевшая, он об этом рассказывал, он сказал, спасибо, что вот, что вы пришли. А что мешало, с другой стороны, прийти тут? Страшно? Страшно? Страх. Страх, да? Страх, ответственность. Денис Петрович, давайте несколько слов об этом деле. Да, начали. Ну, как бы, служба криминалистики особое внимание уделяется вот раскрытию таких преступлений, преступлений прошлых лет. Мы изучаем, берем в архиве дела, изучаем, смотрим, какие доказательства были отобраны на месте происшествия. Вот, значит, по данному делу было установлено, что, значит, преступникам оставлен след пальца на подоконнике и биологические следы на одежде. Кажется, след пальца, да? Что это такое? Да. А это было 17 лет назад, тогда не было баз федеральных. Но след этот был снят, то есть он у вас находился? След в архиве находился. Но не с чем было сравнить, да? Не с чем было сравнить его. И также тогда не было генетических экспертиз, по которым можно было, значит, идентифицировать человека. Сейчас, значит, этот след пальца был отправлен в федеральную базу для проверки по учетам, да, там, судимых, несудимых, значит, и оказалось, что он принадлежит конкретному человеку. Причем этот человек живет житель другого региона совсем. Значит, тут же назначена генетическая экспертиза, установлен генотип этого человека, который, значит, оставил следы свои на месте происшествия. Этот генотип опять совпадает с этим человеком. Вот. Значит, вот к нему пришли. Ну, то есть, получается, уже собрано полное доказательство того, что это именно этот человек. Да. То есть, вы приехали к нему в другой регион. Да, следователь вместе с сотрудниками розыска. И вот ему предъявили, значит, все наши, как бы, карты открыли, он сказал, да, я совершил это убийство. Это я покаялся, как в фильме, да, на колени бухает, простите меня. Почему вы мне раньше не нашли? Почему раньше? То есть, человек мечтал об этом. Кстати, у вас, Юрий Николаевич, есть еще такие дела тоже? Вот вы как-то обращали внимание, вот при расследовании преступлений прошлых лет, на то, как ведет себя человек? Вот, допустим, вот этот самый, о котором мы сегодня уже упоминали, торжокский убийца, да? Который, ну, явно, ну, явно он не ожидал. Ну, он до последнего свою вину не признавал, и показаний в ходе расследования в головном деле не давал. То есть, ну, несмотря на его непризнание веной, все же собрано было достаточно доказательств, чтобы суд дал ему справедливое наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Просто многие люди считают, что если каких-то доказательств вещественных не осталось, по которым можно провести генетику, дактилоскопию или иные исследования, то мы не сможем больше ничего доказать. При этом они забывают о том, что где-то сохранились какие-то записи в архивах, где-то сохранились определенные сведения, где-то живы люди, которых не допросили там 10-15 или сколько-то лет назад. И они сейчас готовы давать показания, пусть и вспоминают. И при этом у нас есть возможность обратиться к главному управлению криминалистики, которые нам помогают в данном вопросе. Также есть определенные психологи, которые могут поработать по вопросу восстановления памяти человеку. И, соответственно... Ничего себе даже восстанавливается память. Да, я думаю, Денис Петрович более подробно расскажет. Да, и несколько слов об этом. Это очень интересно, потому что мы много раз говорили о детекторе лжи вот в этой студии. Это другое. А это что такое? По детектору лжи у нас есть специалист. А вот именно специалисты по восстановлению памяти, они находятся в Москве в главном управлении. Ну, сам процесс я не буду рассказывать. Ну, конечно, раскрывать все карты-то не будем. Но такие моменты есть, что люди вспоминают вплоть до номера машины. Да что вы! Да, которая проезжала мимо. Когда мы смотрим, идем по улице, мы не обращаем на это внимания. А такие моменты можно из памяти выводить. Вот это тоже, уважаемые жители региона, наматывайте себе на ус. Все следователи наши способны раскрыть. Юрий Николаевич, Кирилл Владиславович, вы говорили о том, что приходится в вашем отделе расследовать разные дела. Вот вы говорили о медицине, о вашем любимом, скажем так, направлении. Но ведь коррупция – это очень сложное дело. Да, ведь коррупционные дела. Вот недавно вы расследовали дело, уже человек выслушал приговор. Это взятка. Казалось бы, что тоже, наверное, человек, подумаешь, и я передал там какую-то сумму. Взяткой может считаться любая сумма денег. Некоторые думают, если я тысячу дал сотруднику полиции, чтобы он меня пропустил, сотруднику ГИБДД, то я чист вообще как осиновый лист. Это ведь это же не так. Да, здесь коррупционные дела, опять же, стоят на особом контроле. И одно из приоритетных направлений в деятельности Следственного комитета. Нами вот в августе было возбуждено два уголовных дела по факту дачи взятки сотруднику УФСБ России и Петровской области, действующему в рамках оперативно-розыскных мероприятий со стороны директора одной из дорожно-строительных организаций города Твери. При посредничестве также своего знакомого, также руководителя строительной организации, сумма взятки 1 миллион 650 тысяч рублей. Причем взятка, надо отметить, давалась за незаконные действия, связанные с способствованием в прекращении уголовного дела. То есть одно уголовное дело повлекло за собой другое. Да, связанного причем с национальными проектами в сфере строительства дорог. Это представляете себе, мы кричим здесь, всегда говорим, что это наше достижение развития национальных проектов, которые улучшают качество нашей жизни. А здесь находятся люди, которые просто свои мероприятийные дела решают, как за ширмой этого национального проекта. Да, в отношении данного директора было сотрудниками УМВД России и Петровской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве. Вот, кстати, это уголовное дело, насколько мне известно, сейчас в суде находится. Сейчас не скажу, если честно. Да, 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 потому что я уже рассказывала об этом, и вот уже, может быть, в ближайшие две недели, собираясь в зал суда, где вести репортаж именно об этом уголовном. Что у нас касается этой взятки, который пытался способствовать прекращению уголовного дела? В отношении посредника уголовное дело нами закончено, направлено в суд, уже состоялся приговор, ему дали штраф в размере миллиона восьмисот тысяч. И сейчас основное дело, скажем так, по факту, по взяткодателю, уже тоже направлено в суд, сейчас рассматривается. Надеюсь, в скором времени также будет состоится приговор. Вот меня поразил, что называется, сам приговор. Почему-то хотелось, чтобы как можно больше взяткодателей находились за, за это, по ту сторону свободы, что называется. Здесь штраф. То есть здесь вынесен непосредственно по закону максимальное наказание? Нет, наказание было не максимальное. Прокурор, насколько я знаю, просил реальное лишение свободы. С большим штрафом, но суд, исходя из текста приговора, учел то, что посредник полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, оказал максимально возможную помощь следствию, дав изобличительные показания в отношении взяткодателя. Также он некоторое время находился под стражей домашним арестом, поэтому суд счел наказание, которое не связанное с лишением свободы в виде штрафа, наверное, приемлемо. Но штраф в государственную казну? Да. То есть пополнится наши запасы денег благодаря этому человеку, скажем так, тем, что он должен отвечать по закону. Кстати, уважаемые друзья, когда вы рассчитываете на один приговор, бывает такое, суд выносит другой приговор, вот ваши ощущения чисто профессиональные. Что называется, с судом-то не поспоришь, да? Но это значит, какая-то ваша недоработка? Или на что-то не обратили внимания? Как? Тоже всегда по-разному. Конечно, хочется, чтобы твоя работа приводила к заслуженному наказанию, но мы обычно соглашаемся с судами, стараемся с ними соглашаться. Наша задача здесь маленькая, собрать максимально возможное доказательство, доказательственную базу. И направить уголовное дело в суд. Вот тут такая задача маленькая, да? Ведь это же очень кропотливая работа. Некоторые уголовные дела, больше статамов, да? Вот бывают такие, да. Юрий Николаевич, вот ваш взгляд на эту проблему. Было такое разочарование? Это было такое, что вы себе говорили, значит, я где-то недоработал. Но здесь же я опять же хочу сказать, что ведь каждое расследование вами уголовное дело утверждается прокуратурой. То есть все, что находит прокурор, внимательно изучает и где-то несостыковки обнаружит, то дело на дорасследовании, да? То есть оно не утверждается. Все верно. Не знаю, я считаю, что в любом случае каждый вынесенный приговор по делу является справедливым. И вина установлена, человек признан, значит, виновным, ему назначено наказание. Это что, значит, ваша работа уже не зря проделана, да? Напрасно. Как вот в этой ситуации человек все равно признан виновным? Штраф немаленький, да? Да, миллион восемьсот это довольно приличная сумма, с учетом того, что мы еще в обеспечении, скажем так, этого приговора арестовали имущество на более чем три миллиона рублей. Поэтому, я думаю, он понес заслуженное наказание, которое будет ему, скажем так, уроком, чтобы он не продолжал заниматься подобного рода преступной деятельностью. Если продолжать тему уроков, мы в этой студии постоянно напоминали нашим работодателям о том, что их обязанность платить своим работникам заработную плату. Вы часто сталкиваетесь несколько с другой ситуацией. Вот я знаю, что, Юрий Николаевич, у вас тоже, да, вы рассматривали дела по невыплатанной заработной платы? Расследовал я по факту невыплатанной заработной платы буквально в прошлом году и позапрошлом, но и направлены в суд два уголовных дела в отношении двух директоров предприятий, которые не выплачивали заработную плату более 50 работникам. В настоящее время по одному уголовному делу имеется приговор, значит, человек признан виновным. Второе дело рассматривается. Что хотелось бы отметить, в рамках расследования уголовного дела нами также проводится работа на то, чтобы директора возмещали людям те убытки, то есть ту невыплаченную заработную плату, которая им полагается, и погасили свои долги. Потому что, да, по большому счету, тут не важно само уголовное дело, важно, чтобы вернули людям деньги. Важно восстановить нарушенные права, чтобы люди получили заработанные ими денежные средства. Да, и это очень важно. Кирилл, несколько слов, потому что вы тоже расследовали такое уголовное дело. Да, в производстве нашего отдела также было уголовное дело связано с невыплата заработной платы, было, но не одно. И, как правильно мой коллега сказал, основной упор делается на то, чтобы возместить людям ту заработную плату и ту задолженность, которая между ними имеется. Нами в этом году закончено производством дела, где, скажем так, обвиняемый скрывался на территории Соединенных Штатов. Ничего себе. И нам удалось с помощью титанических усилий выйти на этого подозрабиняемого, связаться с ним и, скажем так, убедить его в необходимости погашения той задолженности, которая имелась перед работниками его организации. Безусловно, он в Россию не приехал, но задолженность полностью погашена. И самое главное, что люди благодарны за то, что через большой промежуток времени, с 2015 года им эта зарплата не выплачивалась. За то, что в 2021 году им удалось получить заслуженные ими деньги. Мы всегда говорим, что не доводите до того, что на вас будет клеймо судимости. Уважаемые друзья, программа к концу подходит. Денис Петрович, ваше пожелание жителям региона относительно, как уберечь себя и почему не совершать? Почему не совершать? Это уже вопрос совести, мы говорим об этом постоянно. Но вот ваше пожелание, тверетя. У каждого, как говорится, своя голова на плечах. Хочется пожелать в свете последних событий здоровья, здоровья и благополучия в семье. То есть не будет благополучия, то есть человек будет уже себя плохо чувствовать и может пойти на какое-то совершение преступления. В том числе и против своих близких. Это да, к сожалению, мы это видим. А Юрий Николаевич? Мне хотелось бы пожелать слушателям не совершать ошибок, глупостей, всегда иметь здравый ум, не совершать преступлений и, соответственно, не встречаться с нами в статусе подозреваемых. Да, лучше, милости просим к нам на клыму, да, лучше уж вы к нам. Лучше, да, не быть, я хотела сказать здравый и трезвый ум. Здравый и трезвый ум. Кирилл Владиславович, ваши пожелания? Правильно, как сказали коллеги, главное сейчас это здоровье. Ну и, безусловно, проявлять должный уровень правосознания, соблюдать законы Российской Федерации. И в случае, если вы стали жертвой какого-либо преступления, то не бояться обращаться к правоохранительным органам. Мы всегда открыто ждем вас с любыми вашими вопросами. Алина Владимировна, завершайте программу. Я также поддержу коллег по поводу здоровья, по поводу того, что если есть какие-то проблемы, жертвы преступления, либо стало известно о преступлении, всегда готовы выслушать наши двери открыты, обращайтесь к нам. А что касается лиц, которые совершают преступление, то, наверное, пожелать прежде думать, а уже потом делать или говорить. Потому что иногда и высказанные слова могут стать основанием для возбуждения в отношении лица уголовного дела в зависимости от категории. Спасибо огромное, друзья, за участие в нашей программе. С праздником вас еще раз. Спасибо. Уважаемые телезрители, всем желаю быть здоровыми. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова